Ведро белой краски и самодельная кисть. Уже второй день бейская пенсионерка пытается обелить пешеходные дорожки на перекрестке Ломоносова-Пугачева. Идея раскрасить зебру Надежде Константиновне пришла спонтанно. После ремонта осталось немного белой водоэмульсионки. Выбрасывать было жалко, вот и решила сделать доброе дело. Три в одном стакане. И доброе дело, и краска, чтоб не пропала. И на свежем воздухе. Надежда Константиновна после публикации видео, где она в ярко-оранжевой майке, разукрашивает стертую дорожную разметку в районе Треста, стала самой обсуждаемой персоной Наукограда минувших выходных. Обееченки узнали далеко за пределами региона. Пусть рисует, поможет хоть этим дорожникам. Они не успевают, наверное, ничего сделать. Вчера вот гуляли по Ленинградской, там что-то еще машины рисовали, а здесь тяжелая ситуация. Здесь не рисуют. Хотя машины летают, потому что дороги новые, хорошие машины летают. В социальных сетях многие писали, что женщину могут привлечь к административной ответственности. Сама она считает, что ничего криминального не совершала. Пенсионерка не рисовала новую зебру, а лишь поверх существующей нанесла слой краски. Смотрю, пожилой человек, бабушка, красит дорогу. И знаете, чувство гордости за наших русских бабушек. Хоть кто-то, хоть кто-то умудряется выделить время покрасить наши дороги. Женщина, работая на перекрестке, соблюдает все меры безопасности. Если видеть автомобиль, то сразу отходит в сторону. Надежда Константиновна готова обновить и соседние зебры. Если бы дали мне кисточку нормальную и эмульсионную краску, чтобы много перекрестков покрасила. Но этого делать не придется. Как сегодня нам рассказали в администрации БИИСКО, в городе сейчас ведутся работы по нанесению дорожной разметки. И в ближайшее время на перекрестке Ломоносова-Пугачева появятся сотрудники специализированной организации. Евгений Плохотин, Евгений Андреев. День с толком.